О чем говорили на предпоследней в этом году сессии районного совета, как можно вернуть половину себестоимости детской путевки и какой праздник отмечается в первое воскресенье декабря, об этом и не только смотрите в нашей рубрике Телетайп новостей. В администрации прошла 28-я сессия районного совета. В ходе заседания депутатами было рассмотрено 9 вопросов. Местные парламентарии обсудили и приняли решение по внесению изменений в проект бюджета района на 2017 год. Утвердили перечень земельных участков под индивидуальное строительство в Анастасиевском, Кировском и Очуевском сельских поселениях, которые будут выделяться многодетным семьям. А также рассмотрели ряд рабочих вопросов. Следующая сессия совета пройдет в конце декабря. 12 декабря будет проведен общероссийский прием граждан. Впервые в нашей стране он был организован в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина. Такая форма работы с населением принесла положительные результаты. И теперь общероссийские дни приема граждан в день Конституции проходят ежегодно. В этот день жители могут напрямую задать интересующие их вопросы представителям органов власти. Прием пройдет в районной администрации с 12 часов дня до 20 часов вечера. Проводится он в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Следующая информация будет интересна родителям, чьи дети в этом году отдыхали в санаториях или лагерях. Вы можете вернуть 50% установленной стоимости путевки. Для этого необходимо обратиться в Управление по вопросам семьи и детства. Улица Дельска, 256А. Перечень необходимых документов можете уточнить по телефону 8-918-054-54-54. Также в Управление по вопросам семьи и детства можно подать документы на получение детских путевок в 2018 году. В районной администрации прошел торжественный прием, посвященный Дню бухгалтера и аудитора Краснодарского края. С профессиональным праздником бухгалтеров и аудиторов Славянского района поздравил Роман Синеговский. В своем приветственном слове глава района подчеркнул важность данной профессии. Аудиторы и бухгалтеры не только обеспечивают поступление налогов в казну, выплату зарплат сотрудникам, оплату контрактов, но и сохраняют и совершенствуют финансовую систему в целом. Во многом именно от них зависит экономическая стабильность района и благополучие общества. Завершился праздник, церемония и награждения. Лучшим представителям профессии были вручены благодарственные письма главы района и памятные подарки.